Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. Я не мог спать. Сейчас загрузил себя работой, чтобы отвлечься. Но в любом случае, я приезжаю в те города, где мы были вместе. Те же самые гостиницы. Это очень тяжело. Она всегда была рядом, говорил вдовец со слезами на глазах шоу «Судьба человека» на канале «Россия-1». У меня был очень явный сон. Я лежал в полудреме на кровати и вдруг вижу ее. Она ложится рядом и говорит. «Ярослав, ты хочешь, чтобы я уходила?» Я говорю «Нет, не хочу», с горечью вспоминал Сумишевский. Ведущий программы Корчевников спросил. Что бы Ярослав написал в последнем письме Наталье? Когда просил, чтобы она не умирала, то просил у нее прощения за все. За непонимание между нами, которое было иногда, это письмо бы говорило, наверное, буквально с парой слов. Наташенька, прости меня. И спасибо за все, говорил музыкант. В ходе откровенной беседы Ярослав признался. Наталья не была его законной супругой. Я жалею, что она так и не стала. Сумишевской, заявил он. «Мы не успели пожениться официально. Много раз ей предлагал, но не хватило совсем чуть-чуть. До аварии у нас были разговоры. Что надо в ближайшее время это сделать? Строили ли мы планы? Я хотел еще детей». Также звезда шоу «Три аккорда» рассказал, что бросил первую жену по СМС. Первая супруга подарила Сумишевскому дочь Ксению, но брак влюбленным сохранить не удалось. Ярослав поведал, как распалась его семья. Сумишевский рассказал, что встретил Светлану в Южно-Сахалинске. Они оба работали в ресторане. У пары родился ребенок, когда Ярославу было 18. У молодых родителей не было ни денег, ни собственной квартиры. Приходилось жить в студенческой общежитии. Ради карьеры Ярослав решился на переезд в Москву, а жена последовала за ним. Дочку супругам пришлось оставить родителям. Я решил, что надо отправляться в Москву и строить карьеру, но Света была против. Я настоял, после чего мы оставили дочь Ксюшу у бабушки и поехали. Она даже стала называть ее мамой, так как подолгу нас не видела, рассказал Сумишевский. После совместной работы с певцом Наталья предложила Сумишевскому устроить фотосессию, и таким образом общение пары продолжилось. Сумишевский рассказал, что тогда понял, что больше не любит Светлану и решился на разрыв с женой. При этом Ярослав поделился, как расстался со Светланой. Сложно было сказать это с глазу на глаз. Я понимал ее реакцию. Я написал это в сообщении, когда ее не было дома. Собрал вещи и ушел, признался звезда шоу Три Аккорда. Ярослав отметил, что первое время после развода ему было сложно общаться со Светой, так как она все еще его любила. Однако, по словам артиста, с годами чувства превратились в приятельские, и сейчас бывшие супруги продолжают поддерживать отношения. Я купил квартиру ей и дочке. Мы общаемся, все хорошо, поделился Ярослав.